Далеко у границ Алтайского края, возле великой реки Катунь, стоит гордая гора Бабрыган. Множество легенд и мифов окружила она вокруг себя, и некоторые из них вы узнаете в этом подкасте. Всем привет, друзья, вы на канале Ленивый Турист. В стародавние времена на Алтае жил богатырь Бабрыган. Всех богатырей Алтая сильнее был, но характер у него задиристый был. Кого не встретит, обязательно в драку лезет. Стали его люди избегать, никто с ним связываться не хотел. Тогда Бабрыган начал без позволения своего отца богатыря Алтая в другие края ездить, со степными богатырями сражаться. Тогда Бабрыган начал без позволения своего отца богатыря Алтая в другие края ездить, со степными богатырями сражаться. Добрый бы он, как другие, только силой мерится. Так нет, если победит кого-то, и добро у него отберет, и красивых девушек в плен возьмет. Обижены стали отцу его Алтаю жаловаться. Стали просить, чтобы сына он унял, и позволял ему своевольничать, задумался Алтай. Как сына угомонить, что сделать, чтобы он успокоился? Решил он его женить, рассудив, что Бабрган остепенится, тогда своим умом заживет. Приказал Алтай сыну ехать в чужие земли, подыскивать себе невесту. Бабрган очень обрадовался такому решению отца. Собрался он в путь. Надел боевые доспехи на себя и на коня. Взял лук, стрелы, кривую саблю и копье. Но вместо поиска невесты опять за старые проделки принялся. Стал воевать со всеми, кого встретит на пути. Поняли тогда другие богатыри, что поодиночке Бабргана не одолеть. И собрались они вместе против него воевать. Смело бросились на своего обидчика. Пять дней и ночей длилась битва. Стал уставать Бабрган. Он один, а на место убитых им вставали все новые богатыри. Глубокой ночью Бабрган оставил битву и скрылся. Не стали воины его догонять. Вышел Бабрган к Катуне. Коня его убили. Уперся Бабрган копьем в гору Пикет. Перепрыгнул через Катунь и решил без остановки вглубь горы идти. К отцу решил не заходить. Хотел Бабрган невесту в тех местах среди соплеменников найти. Чтобы ни одному к отцу домой возвращаться. Но не по него вышло. Отец Алтай понял, что сын его наказ не выполнил и решил его наказать. Весь путь Алтай видел, где и как безобразничал сын и сколько покубил безвинных людей. Приказал тогда Алтай сыну остановиться и не двигаться. Он хотел сам поразить сына стрелой. Но увидела это сестра Бабргана и дочь Алтая и стала между отцом и братом. Так и застыла горой синюхой. Кекту. Опустил тогда лук Алтай и гневно крикнул сыну. Ты ослушался отца. Затею войну с мирным народом. За все это вечно будешь стоять на границе земли алтайской скалистой вершины. Вот тебе мои проклятия. Никогда прежде не плакал Бабрган. Но услышав такие слова от отца, опустил голову, горько зарыдал и превратился в гору. Так и стоит гора Бабрган до сего дня, отделяя границы горного Алтая от степного Алтая. Иногда Бабрган вспоминает отца. Тогда из его груди в небо вырывается вздох раскаяния. Вздохом обращается облаком. Облака сливаются в темные тучи и тогда льет дождь. Так плачет Бабрган. А когда рассердится Бабрган, то на верхушке среди скал сверкают молнии. Словно стрелы разлетаясь по всей округе и наводя страх на людей. В этой легенде есть и доля правды. Гора Бабрган находится в аномальной зоне грозовой треугольник. Ученые обнаружили аномальное место, территория которого находится от села Платова Алтайского края, горой Бабрган и селом Майма Республики Алтай. Если объединить эти места в линию, то мы видим треугольник, который проходит через всю реку Катунь и заходит в Республику Алтай. В этой зоне грозовых разрядов в минуту бывает в 7 раз больше, чем в других местах. Наблюдения показали, что в этом треугольнике за 60 секунд бывает по 100 и более грозовых разрядах. В то время, как в других местах за это же время физически возможно только 15 небесных вспышек. Считается, что Бабрган – это бывший вулкан. По свидетельству этнографа и исследователя Сибири Григория Потанина, в XIX веке склоны горы и прилегающие территории были покрыты большими таежными массивами из кедра сосны и лиственницы. Однако в ходе хозяйственного освоения предгория Алтая в конце XIX и в начале XX веков, а также в годы Великой Отечественной войны, они подверглись интенсивной вырубке. Исследователь Алтая Николай Ядринцев отметил, что гора Бабрган состоит из трех вершин. На самой высокой находится озеро с прозрачной водой. Говорят, что еще полвека назад в кратере был небольшой водоем. Теперь там же, в гранитных отложениях, лишь после дождей накапливается влага. Есть у алтайцев и предания о загадочном городе крепости. Об этом пишет в книге «Алтайские народцы», православный священник, миссионер Василий Вербицкий. В современный ему период эта крепость была якобы заселена наполовину. Однако, неоднократно не только одиночки, но и группу людей наблюдали на вершинах горы средневековый белый город с башнями, часовнями и оборонительной стеной вокруг. Ученые-этимологи не исключают, что слово Бабрган – чье-то личное имя. Но большинство из них склоняется к тому, что Бабрган переводится с алтайского языка как «белка-летяга» – зверек, живущий в черневой тайге на хвойных деревьях. Это животное очень чувствительно к погоде. Способность белке предсказывать погоду, вероятно, была перенесена на гору Бабрган. Если ее вершина четко видна, значит, будет хорошая погода. Но если за нее зацепилась туча, жди ненасти. Согласно легенде, бог Тенгри, разгневавшись на белку-летягу за то, что она обидела его сына, метнул в нее молнию, и летяга, раскинув лапки, превратилась в гору с одноименным названием. С тех пор, чтобы предупредить о ненасти, Бабрган закрывается облаками. Наши исследования показали, что под Бабрганом находится геопатогенная зона, то есть разлом в земной коре, комментирует итоги экспедиции на гору в 2009 году Елена Мальникова, барнаульский уфолог. Кроме того, здесь присутствуют крупные магнитные узлы и многочисленные некрогенные зоны, то есть зоны смерти, места убийств, в которых появляются призраки. В процессе осмотра мы обнаружили много валунов большого размера, скорее всего, появившихся после землетрясения 2003 года. Вот под этими завалами, полагаю, и находятся остатки разрушенного города-крепости, легендарной Грустины, воздвигнутой в предгорьях Алтая, о которой упоминал еще Геральт Меркатор, крупнейший картограф XVI века. Данная информация взята с сайтов «Алтайская правда» и «Алтайский альманах». Спасибо за прослушивание.